Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! Меня зовут священник Григорий Геронимус. Мы записываем это видео для библейского портала экзегет. И сегодня мы обратимся к, может быть, самой необычной библейской книге. Книге, которая носит название «Песнь песней Соломона». Чем же эта книга такая необычная? Дело в том, что эта книга представляет собой стихи о любви. Мы привыкли, что если это библейская книга, то там будет говориться о Боге, о нашем Создателе, о Творце. Так вот, в «Песне песней» нет ничего подобного. Может быть, это что-нибудь об истории еврейского народа. Есть исторические книги в составе священного писания. Там тоже говорится о Боге, о том, как Бог вел еврейский народ через века или через какие-то испытания. Нет ни воин, ни исторических событий. Может быть, какие-то пророческие обличения. Ничего подобного. Ни пророков нет ни страницах «Песня песней», ни исторических событий. Вся эта книга от начала и до конца посвящена именно лирическим стихам, стихам о любви. Там нет ни заповедей, ни наставлений, ни нравоучений, ни пророчеств. Что же тогда эта книга делает в Священном Писании? Почему она включена в состав Библии? Таким вопросом задается не только современный читатель. Но такие вопросы возникали и в древности, даже и в дохристианскую эпоху, когда, разумеется, не было еще Нового Завета, потому что Господь еще не пришел на землю. Но был только канон, который сейчас мы называем Ветхим Заветом, сборник книг, который говорит о том, что было до пришествия в мир Христа. Уже возникал вот этот вопрос. Почему же песнь, песни, в которой нет ни молитв, ни Бога, ни истории, ни пророчеств, ни нравоучений, почему эта книга включена в состав Священного Писания? И вот существует такое предание, что было такое особое собрание еврейских мудрецов, на котором обсуждался этот вопрос. Света ли эта книга? Включить ли ее в состав Священного Писания? И многие участники этого собрания склонялись к тому, что не нужно этого делать, что эта книга по ошибке попала в сборник библейских книг. Там нет заповеди, нет даже упоминания о Боге. Почему же тогда эта книга там находится? И вот по этому преданию один из великих еврейских мудрецов, раби Акива, сказал так, что что в Иерусалимском храме святая святых, то в составе Священного Писания «Песнь песней». Чтобы понять всю остроту этой фразы, этого высказывания, надо, конечно, вспомнить, как устроен Иерусалимский храм. Больше всего людей находилось вообще вне пределов помещений на улице. Там был двор язычников, двор затем верных. Там было помещение, которое называлось «Святое», где находились священники. И было особое помещение «Святое святых». Это самая священная часть Иерусалимского храма. В «Святое святых» не заходил ни один человек, и даже священники не могли туда заходить. Только один раз в год первосвященник заходил туда, чтобы совершить тамкождение. Об этом говорится в Евангелии от Луки, например, когда рассказывается о том, как произошло зачатие Иоанна Претечи. Раз в год по очереди, по череде священники заходили. Вот Захарий зашел в «Святое святых», чтобы совершить тамкождение. Там ему явился ангел. Это место было настолько свято, оно было связано с таким почитанием, что человек не должен был входить туда. Потому что это место было наполнено присутствием Божиим. И вот с этим-то местом, со «Святое святых» сравнивает еврейский мудрец книгу «Песнь песней». Что в храме святое святых, то в священном писании «Песнь песней». И потом он добавил еще одну фразу, похожую по остроте. «Все мироздание», «Вся история мира» не стоит того дня, когда Господь дал людям песнь песней. Вот так высоко он ценил этот текст и эту книгу. Его слова были сказаны с такой силой, с такой убежденностью, что произвели на всех такое впечатление, что «Песнь песней» оставили в составе книг священного писания. И более того, эта книга, вот таинственная, особая книга, необычная книга для библейских книг, она оказалась связана вот с таким особым почитанием. Христиане унаследовали вот Ветхозаветной церкви список книг Ветхого Завета, и в том числе и «Песнь песней». И уже христианские толкователи тоже особым образом обращали внимание на эту книгу. Многие святые отцы, Григорий Низкий, Ефреем Сирин и многие-многие другие, толковали эту книгу и большому количеству бесценных и очень глубоких мыслей святоотеческих мы обязаны именно тому, как святые отцы размышляли над текстом этой книги. Кто же и когда же написал эту книгу «Песнь песней» Соломона? Что означает вообще само название? Само название это довольно характерное для древнееврейского языка такое вот слово употребление «Песнь песней». Это значит самое важное, самое значительное, самое глубокое, самое замечательное песня из всех существующих песен. Не случайно раби Акива именно сравнивают это со «святое святых». Это такая же примерно вот форма употребления слов «святое святых», то есть самое святое место из всех святых мест. Небо, небес. Это значит не просто небо, а самая такая часть духовного мира, где сам Господь пребывает. можно и в отрицательном ключе вот такие же вспомнить в формулировке «суета, сует» тоже библейское выражение. Вот мы все суетимся, занимаемся какой-то такой поверхностной, не очень осмысленной деятельностью. Вся наша жизнь суета, сует. Или раб рабов, такое есть выражение в Библии. А если наоборот царь царей, так говорится о Боге Господь, господствующих, царь царей. И вот песнь песней, самая великая из всех песней, самая значительная, самая важная. Полное название песнь песней Соломона. Традиция говорит о том, что именно Соломон является автором этой книги. Мы помним, что когда-то Господь предложил Соломону просить о чем только он пожелает у Бога. И Соломон задумался и попросил у Бога мудрости. И Господь дал мудрость Соломону. И вот этот мудрейший из царей Израилевых, этот великий человек написал эту песнь. Так говорит традиция. Современные ученые сомневаются, говорят, что, наверное, позже, чем время жизни Соломона была написана эта книга, уже в послепленную эпоху, после того, как евреи вернулись из Вавилонского плена. Ну, ученым так надо сомневаться в этом. Очень важная часть научного познания мира, вот все ставить под вопрос, под сомнение. Но те доводы, которые приводят современные ученые, они не вполне убедительны, и вполне есть вероятность, что все-таки и действительно настоящим автором песни-песни является царь Соломон, как о том говорит древняя традиция. Упоминаются в книге, скажем, города Иерусалим и Фирца. Это столица разделенных царств, ведь после смерти Соломона Израиль разделился израильское иудейское царство, которые часто противостояли друг другу. Вот ученые говорят, но раз есть два этих города, значит, это две столицы, значит, книга была написана уже после смерти Соломона. Но ведь города существовали и при жизни Соломона. И причем, когда мы обратимся уже к тексту, мы увидим, что говорится не о вражде, а скорее ведь о любви говорит эта книга. Когда это были уже две конкурирующие столицы, то скорее они символизировали конкуренцию какую-то, а не любовь, непривязанность. Ну и много других подобных аргументов, которые не являются достаточно убедительными. Скорее всего, мы не знаем точно, но вот можем согласиться с традиционным взглядом, что книга написана царем Соломоном, тем человеком, который от Бога получил особую премудрость. Ну и тогда мы понимаем, когда была написана эта книга. при жизни Соломона. Так или по-другому, но попробуем понять, о чем говорит эта книга, почему она все-таки вошла в состав священного писания, как нам стоит читать эту книгу. Древние авторы, сначала иудейские, еще в ветхозаветную эпоху, потом христианские, прежде всего читали эту книгу аллегорически, толкуя ее. Мы будем читать о любви, о любви между мужчиной и женщиной, о женихе и невесте. Кто это? Это таким образом символизируется отношение между Богом и народом израильским, говорили древние иудейские толкователи. Это таким образом символизируется отношение между Христом, Мессией, женихом церковным, как говорит песнопение о нем, и церквью, собранием во имя Христа, невестой Христовой. И много других подобных аллегорических толкований предлагают нам древние авторы, как иудейские, так и христианские святые отцы, толкующие эту песню. Все эти толкования в значительной степени собраны в замечательном труде претерия Геннадия Фаста, чьи лекции, между прочим, посвященные книге «Песнь-песни» также есть на портале «Экзегет». Он очень подробно занимался исследованием этой песни, песней, собрал различные толкования, семь разных толкований, соответствующие разным составляющим Иерусалимского храма. Современные ученые очень часто говорят, не нужно все это, зачем все эти аллегорические толкования, это просто песнь именно о любви, о том, как мужчина может любить женщину, как женщина может любить мужчину. Давайте искать прямой смысл, буквальный смысл в этих замечательных, пронзительных, трогающих сердце стихах. Мне кажется, что возможно и то, и другое. Есть и буквальное прочтение этой книги, которое не запрещено, значение, в церкви, в истории церкви были такие случаи, когда даже уже не в истории древней церкви, а уже на западе, в кальвинистской среде был случай, когда Кальвин изгнал из общины одного человека за то, что он буквально пытался читать песнь песней. Такие случаи были, но мне кажется, никто не мешает нам увидеть здесь и вот это самое первоначальное значение, потому что и любовь наша земная, человеческая, это тоже дар Божий, это тоже то, что Господь дал человеку. И увидеть в этом и аллегорический, символический, более глубокий смысл тоже нам не может запретить никакой современный ученый. Ну, попробуем обратиться к тексту. Я буду читать этот текст по переводу библейского общества. Это перевод Якова Эделькинда. Кстати, есть замечательное исследование о песне, песней Якова Эделькинда. Вот кому очень интересно, предлагаю обратиться к трудам протерея Геннадия Фаста с одной стороны и вот к исследованию Якова Эделькинда. И периодически я буду заглядывать и в синодальный перевод. Дело в том, что перевод песни песней это вещь практически невозможная. Песнь песней, как большая часть текстов Священного Писания Ветхого Завета, написана на древнееврейском языке. Песнь песней это стихи, это лирические стихи. И переводить стихи так, чтобы не потерять ни ритм, ни красоту созвучий слов, ни содержания, ни смысл. Это само по себе очень трудная задача. Но в случае песни песней это особенно трудная задача, потому что очень часто, и мы с этим столкнемся, когда будем собственно читать, автор этой замечательной книги использует игру слов. Одно и то же еврейское слово может иметь несколько значений, и все эти значения как бы играют, переливаются в песни песней. Это очень часто. Некоторые слова, они могут быть очень созвучны в еврейском языке. Как перевести их на какой-то современный язык, скажем, на русский, так, чтобы не потерять вот эту красоту игры слов, игры созвучий, практически невозможно. Поэтому вот все богатство этой потрясающей книги нам трудно воспринять, если мы не знаем древнееврейского языка. Но попробуем обратиться к самому тексту. Итак, песнь песней Соломона. То есть величайшая из песней. Есть предание, что царь Соломон написал более тысячи песен. И вот это величайшее по сравнению со всеми этими песнями, которые он написал. Но более точное понимание, наверное, что это вообще величайшая из всех песен, когда-либо сложенных людьми. А может быть величайшая из всех библейских песен. Ведь в Библии мы знаем и песень Моисея, которую он воспел после того, как народ Божий во главе с Моисеем прошел через море, а египтяне преследующих были потоплены. Есть песнь Девора, есть песнь Ионы, пророк, которую он воспел в экстремальных условиях, в очреве кита. Есть песнь трех отраков, которые тоже в экстремальных условиях, в горящей печи пели свою песню. Много из библейских песен. И вот эта песня, она, вероятно, самая великая из всех библейских, а может быть, вообще из всех человеческих песен. Так можно понять название, так назвал автор эту книгу. Песнь песней Соломона. Поцелуями пусть напоит меня, слаще вина твоей ласки. И вот в этих первых двух стихах уже мы сталкиваемся с той самой игрой слов, которую невозможно перевести адекватно ни на какой современный язык. Дело в том, что слово поить и слово целовать это одно и то же слово в древнееврейском языке. Это анонимичность использовали и другие библейские авторы в других библейских книгах. Например, в книге Бытие 29-я голова вот я начну читать с 9-го стиха. Здесь говорится о том, как Иаков встречается с Рахилью, со своей будущей женой. Иаков бежал от гнева своего старшего брата, получив первородство, получив право первенства у него и боясь его гнева, он бежал и встретился с Рахилью. Еще он говорил с ними, как пришла Рахиль, дочь Лавана, с мелким скотом отца своего, потому что она посла мелкий скот отца своего. «Когда Иаков увидел Рахиль, дочь Лавана, брата матери своей, и овец Лавана, брата матери своей, то подошел Иаков, отвалил камень от устья колодезя, и напоил овец Лавана, брата матери своей, и поцеловал Иаков Рахиль, и возвысил голос свой и заплакал». Здесь та же самая игра слов, которую трудно понять в русском переводе. «Рахиль» означает «овечка», если перевести это имя на русский язык, это «овечка». Он напоил овечку или поцеловал Рахиль, вот о чем здесь говорится. «Поить» и «целовать» одно и то же слово. Здесь в синодальном переводе «поцеловал Иаков Рахиль», но также это можно понять, как он напоил овечку, потому что там присутствовали тот скот, который они пасли. И, конечно, это не случайность, а это такая вот нарочатая игра смыслов, игра слов. И вот здесь в «Песне песней» «Поцелуй ими, пусть напоит меня». Пусть он целует меня или пусть он поит, поит меня, как будто водой, как будто утоляет жажду. Слаще вина твоей ласки. Твои благовония сладки, имя льется, как благовония, оттого тебя девушки любят. Влеки меня, за тобой побежим. То есть, или пусть он поцелует меня, или пусть он напоит меня, как бы теми же самыми поцелуями. «Твое имя льется, как благовония». Это тоже игра слов. Слово «шемен» это масло. Масло может литься, как благовония. Благовоние это всегда в основе какое-то масло. «Шем» это имя. «Шем» и «шемен». Вот такие созвучные слова, и вот это созвучие здесь обыгрывается. «Овлеки меня, за тобой побежим. Царь привел меня в свой чертог. Ты веселье и радость наша. Славим больше вина твоей ласки. Недаром тебя любят». Вот такой монолог влюбленной невесты, которую царь вводит в свой чертог. О чем здесь говорится? Какие-то девушки еще присутствуют. Возможно, здесь говорится, вот, если именно к буквальному смыслу обратиться, о том, что царь Соломон в число своих жен, мы знаем, что и у Давида, и у Соломона жен было много, многоженство еще не было запрещено в те дни, в ту эпоху. Вот встречает свою любимую, которую вводит в свой чертог, в свой дворец. и вот таким образом осуществляется эта свадьба. Некоторые комментаторы в современные, конечно, это вот в XIX веке, скажем, считают, что песнь песней это вообще такая вот любовная драма, что герои это царь Соломон, вот это девушка, но на самом деле девушка любит пастуха, потому что чуть дальше мы сейчас будем читать про такие пастушеские реалии. И вот насильно Соломон призывает ее в свой дворец, чтобы ввести ее в свой гарем, в число своих жен. Она не хочет, любит она пастуха, и потом она вот убегает к пастуху, и любовь таким образом торжествует. Вот такую драму как бы вчитывали, пытались такой смысл придать песне песней. Ну, на самом деле совсем нет, потому что мы увидим, что и пастух, и царь это как бы одно и то же лицо. И нигде в песне песни не говорится о ревности, о каком-то противостоянии, ничего драматического там нет, там только о любви. Причем о любви говорится очень особым образом. Если мы читаем современные какие-то лирические стихи, где говорится о любви, это всегда связано с личностью автора. Здесь автор как бы отсутствует. Есть только герои, которые от себя говорят очень проникновенно. Девушка и юноша, невеста и жених, которые образы, связанные с этими персонажами, они очень быстро могут меняться. но то это царский дворец, то это наоборот какая-то такая пасторальная идиллия, где под сенью деревьев они пасут свои стада, то это образ, который описывает героя, то это уже как бы и сам герой. Мы с этим сейчас столкнемся. Но такую драму увидеть в песне песни на самом деле очень трудно, это такое очень натянутое толкование. А если в переносном смысле, не в переносном даже, а в аллегорическом, ну вот подробно эти все смыслы разобраны в книжке отца Геннадия Фаста, и в своих лекциях он об этом говорит, но если вот в двух словах сказать, кто такой этот царь, которому так тянется, которого я так люблю, которому так тянется душа человека, конечно же это Господь, Бог, Вседержитель, и так хочется, чтобы Он напоил своими поцелуями, чтобы Он влек душа, которая тянется к Богу, она стремится к этому, не просто, чтобы где-то Бог был вдалеке, и я только знал о Его существовании, чтобы Он прикоснулся ко мне, чтобы Он напоил меня своей благодатью, чтобы я ощутил Его присутствие, как в одном с пламов сказано, что вот как желает олень прибегнуть к источникам вод, напиться воды, так моя душа тянется к Богу, и вот здесь подобная мысль, влеки меня, я хочу ощущать вот это стремление к Тебе, и хочу, чтобы это стремление имело и результат, чтобы я пришел к Тебе, чтобы я ощутил Твое присутствие, об этом очень много говорят монахи, аскеты, подвижники, о том, как вот душа, однажды вкусившая присутствие божественной благодати, тоскует и печалится, если отступила эта благодать души, как хочется, чтобы вновь прикоснулась эта благодать к душе, ты веселье и радость наша, славим больше вина от Твоей ласки, недаром Тебя любят, действительно, вино это символ такой вот чисто земной радости, то та сладость, та радость, которую дает даже человеческая любовь, и тем более любовь с большой буквы, то мы говорим, что Бог есть любовь, не мы говорим, а тоже Священное Писание нам открывает в посланиях Иоанна Богослова, прямо так, как говорится, Бог есть любовь, и вот даже земная любовь с маленькой буквы, она влечет человека больше, чем вино, это слаще, чем вино, это больше, чем как, в этом есть привкусы, вот какой-то нечисто человеческой временной земной, это чудо всегда, и также вот божественная любовь человека влечет с еще большей силой, а ведь под словом любовь мы очень много всего понимаем, любовь может быть очень разной, и даже вот в отношениях между мужчиной и женщиной иногда до противоположности разной может быть любовь, бывает любовь, когда я так вот ценю кого-то, что готов служить этому человеку, готов жить ради этого человека, готов своей главной жизненной целью сделать, чтобы этот человек был счастлив, а бывает так, что я так люблю кого-то, что я хочу обладать этим человеком, хочу, чтобы он был мой, хочу его заполучить, и вот эти два направления любви, они ведь совершенно противоположные, я отдаю себя, я жертвую собой в любви, или я получаю, я стремлюсь обладать, и вот та любовь, про которую мы говорим, что это божественная любовь, это, конечно, всегда жертвенная любовь, это та любовь, которая себя отдает. Вернемся к тексту. Девушки Иерусалима, я черна, но прекрасна, как шатры кадарцев, как палата Соломона. Наша героиня взывает к девушкам, населяющим Иерусалим, и говорит о себе, я черна, но прекрасна. О чем это тут? О том, что внешность человека и его внутренний мир, это две как бы грани совершенно несопоставимые. Внешне могут быть какие-то изъяны, я черна, она вот говорит, видимо, о смуглом цвете своей кожи, но прекрасна, потому что внутренний мир человека, он гораздо богаче, он гораздо глубже, он гораздо ценнее, чем даже самая большая внешняя красота. И вот она говорит, я черна, но прекрасна, как шатры кадарцев, как палаты Соломона. Кадарцы это арабское племя, которые действительно жили в пустыне, в шатрах, эти шатры они делали из такой кожи черного цвета, снаружи шатер черный, а внутри это может много всего происходить. Я черна, как черный такой шатер, и я прекрасна, дворец Соломона. Снаружи похож на шатер, а внутри у тебя целый дворец. Не глядите, что я черна, солнце взор на меня обратило, братья на меня рассердились, велели смотреть за виноградниками, а за своим виноградником не досмотрела я. Ну, некоторые толкователи говорят, что здесь в такой форме говорится о том, что героиня исповедует какое-то происшествие, которое с ней произошло. За своим виноградником не досмотрела я. Вероятно, свою целостность девичью она должна была бы сберечь. Братья сердились на меня, велели смотреть за виноградниками, но за своим виноградником я не досмотрела. Вероятно, произошло какое-то падение, и может быть, и поэтому она говорит, я черна, то есть, и в моральном смысле, я не сохранила ту красоту, ту цельность, ту целомудрие, которая должна была бы сохранить. Вот что-то уже произошло такое со мной. Но уже по-христиански мы можем сказать, что через покаяние можно вернуться к тому прекрасному состоянию, которое было даже и до падения. Да, у нас происходят в жизни различные падения, но человек может через покаяние вернуться к первоначальному прекрасному состоянию. И Господь, как здесь говорится, о любви жениха, Господь с любовью взирает на нас, даже когда мы где-то оступились, где-то пали, что-то не так сделали, и ждет нашего обращения, ждет нашего покаяния. Скажи мне, о мой любимый, где ты пасешь скот, где отдыхаешь с ней в полдень, чтобы я не блуждала возле стад других пастухов? Вот так обращается невеста, ищет жениха, не знает, где он. И здесь уже пастух жених, а не царь. Но это тот же самый герой. Мы не видим никакого драматического здесь противостояния. Где ты пасешь скот, где отдыхаешь с ним в полдень, чтобы я не блуждала возле стад других пастухов? Вот в Евангелии Господь говорит о себе, я добрый пастырь. Овцы знают меня, слышат мой голос, идут за мной, а за наемником не идут, потому что когда приходит опасность, приходит волк и грозит съесть этих овец, то наемник убежит и оставит стадо на растерзание, а добрый пастырь останется с ними до конца, и, может быть, и собой пожертвует, но чтобы сделать все возможное, чтобы сохранить от опасности это стадо. И вот этот голос Божий, он нами ощущается, и мы как-то пытаемся двигаться на этот голос Божий, но просит душа, что скажи мне, где ты? Я вот вдали где-то слышу этот голос, знаю, что есть Бог, что Он зовет меня, но как мне на Него откликнуться, где мне тебя найти, как мне к тебе прийти? Вот как бы так вызывает человеческая душа. И здесь она тоже говорит, скажи мне, мой любимый, где ты пасешь скот? Где отдыхаешь с ним в полдень, чтобы не блуждала возле стад других пастухов? Как бы мне не запутаться, как бы мне не обмануться, как бы мне не пойти за каким-нибудь наемником, вместо того, чтобы идти за тобой, Господи, не уйти в какую-то другую сторону, к другим стадам, к другим пастухам, ведь столько всяких учений на земле, обществ на земле, религиозных сообществ на земле. Не хочу я к ним, я хочу к тебе, Господи, к тому, кто является истинным пастырем, кого возлюбила душа моя. И вот продолжается диагог. Если ты сама не знаешь, красавица из красавиц, ступай по следам овец и паси своих козочек возле пастушки шатров. Как бы отвечает жених. Если ты сама не знаешь, куда идти, то ступай по следам овец. А кто эти овцы, по следам которых мы можем идти? Ну, наверное, это те, кто идут за добрым пастырем. Наверное, это святые, отцы церкви, святители, евангелисты, апостолы, пророки, овцы, про которых мы точно знаем, что они-то находятся в стаде Божьей, в стаде Христовом. Если мы будем за ними идти, то мы не уйдем ни к каким чужим стадам, мы двинемся туда, куда Господь нас призывает. Вот так, может быть, можно истолковать. То, что я говорю, это лишь малая часть из всех возможных толкований. И толкования, они не взаимоисключают друг друга, мы не обязаны выбрать, что вот это верное, вот Христос и душа, а все остальное неверное. А толкования не дополняют друг друга. И этот смысл можно найти здесь, и другой смысл можно найти, и еще третий можно здесь смысл найти. Вот все это многообразие содержится в этом удивительном библейском тексте. Ну и, конечно, буквальный смысл. Как глубоко и красиво вот какая-то такая вот почти легкая, ироничная и глубокая вместе с тем диалог вот этих двух влюбленных людей. И дальше Женя говорит, любимая, сравню тебя с кобылицей, запряженной в колесницу фараона. Твои щеки прекрасно под серьгами, твоя шея в ожерельях, сделаем серьги тебе золотые, с капельками серебра. Вот так как бы говорит Господь о душе человека. Сравню тебя с кобылицей, запряженной в колесницу фараона. Прекрасная кобылица это символ царственный, потому что в быту использовались в еврейском народе ослики, какие-то другие животные, кони, кобылицы не использовались для мирной жизни. Это или когда начинается война, то сталкиваешься с тем, что используются кони, или чаще всего это элемент царской какой-то процессии. И вот здесь говорится, что колесница запряженная в колесницу фараона, то есть какой-то великий властитель, земной властитель. Твои щеки прекрасно под серьгами, шея твоя в ожерельях, сделаем серьги тебе золотые с капельками серебра. Вот разными украшениями жених облагораживает свою невесту. Откуда у нее серьги, ожерелья, золотые сережки с капельками серебра? Наверное, это все-таки подарок жениха. И вот Христос действительно человеческую душу облагораживает разными способностями, разными талантами. Сколько нам дает Господь, сколько нам дает Бог. И в Евангелии говорится, что задача человека преумножить это богатство, не закопать его в землю и внешне, и внутренне, вот все, что в нас есть, а возрастить, развить в себе, пустить в рост. И вот что же отвечает невеста на такие слова жениха? Когда царь пирует, благоухает мой нарт, для меня мой милый ладанка с мирой, всю ночь у меня на груди, для меня мой милый соцвесь тихны в виноградниках Энгеде. Обращает на себя внимание, что жених, обращаясь к невесте, говорит о украшениях, о том, что можно увидеть, о том, что можно потрогать, ожерелье, серьги, а невеста, обращаясь к жениху, говорит о том, что можно обонять. Если мы толкуем аллегорически, то это очень понятно, потому что Бога нельзя увидеть, Бог есть Дух, Бога никто нигде не видел, говорит Иоанн Богослов. Единородный Сын, Сын, Сы в недре отчим, той яви, то есть Господь, пришедший на землю, воплотившийся от Дева Марии, Он явил нам уже Бога видимого. Но здесь в Ветхом Завете об этом нету речи. Бог невидим. Можно только как бы обонять, чувствовать его присутствие, чувствовать присутствие благодати Божьей, чувствовать, ощущать, что здесь особая святость рядом со мной. Когда царь пирует, благоухает мойнард. Вот сравнение с таким обонятельным образом. Образом для меня мой милый ладанка с мирой. Действительно носили в ту эпоху девушки такие мешочки, в которые вкладывали какие-то приятно благоухающие травы. и вот когда Господь рядом со мной, то вот как будто вот с этим можно сравнить. Всю ночь у меня на груди. А ведь действительно, в одном псалмове говорится, я сплю, а сердце мое бдит. Действительно, многие подвижники, они показывают нам пример, что оказывается, даже и во сне человек может молиться и ощущать присутствие Божия рядом с собой. Для меня мой милый соцветия хны виноградних энгэди. Это тоже такая благоухающая трава. И вот жених откликается на это, говорит, как ты красива, любимая, как ты красива, твои глаза словно голубки. Буквально в каждой строчке песни песней вот такая удивительная игра слов, как в первой строчке, о чем мы подробно говорили, или игра с озвучей. Энгидия вот это известная известная в то время местность, где действительно рос виноград и где было налажено производство благовоний. И вместе с тем это включает в себя еврейское слово источник. Название энгэди связано со словом источником. А айн это глаз. Это то же самое, что и источник. И вот здесь такая игра смыслов возникает. Твои глаза словно голубки, как понять это сравнение. Ну, голубь это символ чистоты и символ любви в античном мире. И уже позже в новозаветную эпоху мы знаем, что Дух Святой явился именно в виде голубя в день крещения Господня. И вот когда душа человека обращена к Богу, ищет Бога, жаждет Бога, глаза это именно обращенность, взор, в чью сторону повернут взор, вот как бы уже отражается в глазах вот это веяние Святого Духа. Есть такое присловие монашеское, что не может человек прийти к Богу, если в чьих-то глазах не увидят отблески красоты Царствия Небесного. И вот здесь в глазах героини этот отблеск уже есть Дух Святой Голубь и твои глаза словно голубки, то есть в них уже виден этот отблеск. Как ты красив, милый, как нравишься мне, Наша ложа зеленые травы, кровля нашего дома кедры, стены для нас кипарисы. Царский дворец, в котором начиналась эта свадьба, превращается весь мир в прекрасную природу. Зеленые травы, кедры, кипарисы, потому что Бог это царь не только Иерусалима, царского дворца, храма, но это царь всего мира, всей природы. И его дворец это в том числе тот мир, та вселенная, которую он нам подарил. На этих словах заканчивается первая глава книги «Песни Песни Соломона», которую мы читали в переводе Якова Энделькинда для библейского портала Экзегет. КОНЕЦ Редактор субтитров